Всем привет, я Вика и это шоу Академии Порядочных Парней. В последнее время многие начали присылать нам комментарии в сообщения рэперов, которых вы обвиняете в плагиате, а иногда в отношении них используется недавно активно появившееся слово в рэп-лексиконе байтеры. Кто же такие байтеры? Суть байтеров в том, что это человек, который копирует чужие идеи, подражает и даже замещается в плагиате. Поэтому сегодня ты узнаешь о плагиаторах или байтерах. Как их называть будете решать только вы. Ставь лайк, если также любишь рэп, да и вообще музыку в целом, как любим ее мы. Поехали! Топ открывает такой набирающий популярность рэп-исполнитель, как Фейс. Момент называется, как правильно ронять запад. Короче говоря, рецепт. Для того, чтобы правильно ронять запад, надо записать свой хип-хоп трек. Похожий на такой же, как у зарубежного рэпера. Вплоть до ритмики и флоу. Причем неважно, с какого рэпера брать пример. Чем малоизвестнее, тем лучше. Lil Handy. Отличный выбор. Обязательно в тексте должны присутствовать строчки про то, что весь западный хип-хоп вращается на вашем головом органе. После того, как с вами свяжешься рэпер, у которого вы вдохновлялись, начинайте быковать и писать в твиттере, что вы не байтер и вообще, вы всех поимели с двойной силой. Если вы повторили все эти действия за Фейсом, то мои поздравления. Вы уронили запад, теперь поднимайте, пока он не запачкался. А четвертую строчку в нашем топе занимает тяжелое немецкое детство Мирона Яновича, а.к.а. Оксимирон. В своем треке до сих пор MC из альбома Вечный Жид Мирон признается, что его рэп – это помесь немецкого хип-хоп-исполнителя Саваша и Эминема. И в одном из своих треков он это высказывание нехитрый способом доказывает. Номер он вдохновляется не только музыкой рэперов, которых слушал в детстве, но и их клипами. Генетик тому подтверждение. Стоп! Как тут оказался Паша Техник? А, впрочем, неважно. Мирон на самом деле в плане музыки неплохо эрудирован, поэтому даже в Неваляшке можно найти малозаметные отсылки к Егору Литову и гражданской обороне. Каждый днем все дальше. Тебя побоим все лучше. Новый мир все старше. Каждый бой все круче. Искитание становится квестом, что ведет нас еще дальше и еще дольше. Все не так, как раньше. Лед все тоньше, нас все меньше. И вот все это тяжко. Выживает сильнейший, но побеждает Неваляшка. Кстати, как вы думаете, это совпадение или действительно Мирон слушал классиков русского рока? Напишите свое мнение в комментарии. Все не так, как раньше. Лед все тоньше. К средине топа мы посмотрим на то, как Фараон черпал вдохновение из-за рубежа. Итак, русский Боунс любит морс. Название говорит само за себя, однако не все так просто, как может показаться. Хоть Фара и старается в чем-то подражать Боунсу, он любит добавлять и свои фишки. А то, что названия у треков совпадают, это не страшно. У каждого клаудрепера должен быть свой бойсбенд. Но Глеб вдохновляется не только косточками, но и Ягтагом и Трэвисом Скоттом, что выдает Фараоне прошаренного эмси. А еще это неплохо доказывает то, что частое употребление морса положительно влияет на уровень креативности рэпера, доказанный британскими учеными. А второе место оставим без конкретного названия. И речь в нем пойдет о нынешнем протаже скриптонита Ти Фесте. До смены вектора своей карьеры и стрижки косички на голове Кирилл увлекался треками Тори Ланеза. Вот что из этого вышло. Сколько еще таких будет? И пульсные птички на луде. И там мы танцуем, танцуем, разносимой город, мы крутим как узел. Это чувство голода не дает мне засыпать. Я смотрелся на себя и кровь залила мне глаза. А вот еще один плод пылькой любви рэпера Ктори. И это еще не полный список похождений Ти Феста. Однако в своем недавнем интервью для телеканала MTV он заявил, что все треки для новых альбомов он написал сам. Все совпадения абсолютно случайны. Это музыка сейчас, которую я сделал, это вот уже чисто музыка, которая идет от меня, не взята ни от кого, не вдохновлялась ни кем. То есть она чисто от меня. И на первом месте светила отечественного хип-хопа Яникс. Он настолько гениальный рэп-исполнитель, что многие именитые зарубежные рэперы просто нагло копируют его стиль. Вот так, например, переделал стиль Яникса Мак Миллер до своего трека про президента США. Гуччи Мэйн тоже не остался в стороне. Кит Инк и Тучейнс также подтвердили свои неумения писать рэп самостоятельно. Я не знаю, что это, но ты просто мой тип. Все просто право. Би-сэп, поставь ее на лев, донусь на лев. Я на печате, я еду с Катей на полпати. Звоню Наде, хочешь с нами? Кстати, приготовь лед перед тем, как взять в рот. Она говорит стоп и не чувствует ног. Она лучше всех вас. Я не нужен мейкап. Она очень хочет водить мою... Даже Ники Минаж не смогла пройти мимо уникального стиля отечественного рэпера. Вот кто по-настоящему толкает русский хип-хоп на запад. Именно поэтому Яниксу надо при жизни поставить монумент прямо на месте памятника Пушкину. А теперь внимание, все, что было сейчас сказано, правдиво только для параллельной вселенной. В нашем мире все произошло ровно наоборот. А Яникс даже стала звездой паблика ВК про байтеров. Вот такой вот сегодня топ. Конечно, многие позиции в нашем топе можно оспорить и не согласиться с ними. В то время, как с некоторыми даже и не поспоришь. Поэтому пиши в комментарии свое мнение относительно предоставленных примеров. Также присылайте нам свои примеры того, как вы замечали, что рэперы копируют чужие идеи. Обязательно ставь лайк и подписывайся на наш канал и в социальных сетях, в Телеграме и на мой Инстаграм. С вами была Вика, увидимся в следующем видео. Пока!